Как и любая другая страна, Казахстан имеет свои уникальные народные ремесла, возникшие еще в древности, но продолжающие развиваться и по сей день. Так во Дворце Школьникова прошел фестиваль казахского народного ремесла и прикладного искусства среди учащихся. В днем классе я решила пойти на кружок, который назывался Тумар, получается, и моя учительница Клюмай Татье. Я начала заниматься, получается, прикладным искусством, а именно техникой бескисти. Тут представлены две моих работы, мы решили выбрать именно их, потому что данный конкурс направлен на, получается, выражение культурных ценностей. И данная картина, например, называется «Тастага танкбалар», она выполнена в смешанной технике. Цель фестиваля – сохранение и развитие народных ремесел, традиционных форм казахского декоративно-прикладного искусства, а также переосмысление национальных традиций, сохраняющих дух и колорит нашего народа. Сегодняшняя вот эта выставка у нас была организована в рамках празднования Наурыс, 10-дневное празднование Наурыс, как привлеченное к Новому году. И второе – это выставка у нас в нашей области проводится впервые. Здесь мы можем увидеть и ковроткачество, и войлочное дело, и резьбу по дереву, и ювелирное искусство, и резьба по кости. То есть много то, что у нас не успело забыться, сейчас является достоянием учителей. Казахское ремесло имеет древнюю историю. Это подтверждают памятники эпохи бронзы, ювелирные изделия из золота, серебра, меди, керамические изделия, украшения орнаментом. Ремесло передавалось из поколения в поколение, поэтому одно из важных достижений независимости – это возрождение казахского ремесленничества. Я эти украшения научилась у мамы, потом мы делали их. Я придумывала дизайн, какой можно, и делала. Я уже этим занимаюсь целый год. Я много участвовала в фестах или в ярмарках. Я в Астане в ярмарке была, здесь я в городе Ярмоке была. В завершении фестиваля всех участников наградили дипломами и грамотами.